Всем привет! С вами Александр Усольцев, и сегодня мы будем гулять по московскому метрополитену. В декабре у нас открываются не просто новые станции, у нас открывается часть большой кольцевой линии. То, о чем мечтали еще в советское время, что будут хорошие горизонтальные связи, то, что мечтали сделать еще в 70-х годах, реализуется сейчас. И в декабре открывают целых 10, сразу целых 10 станций московского метрополитена, и это не просто станции, потому что в метро приходит новая эпоха. Не просто новая эпоха строительства, а новая эпоха, которая выражается в том, как эти станции выглядят и какие дизайнерские, уже не побоюсь этого слова, решения здесь сделаны. И тут, возможно, многие скажут, фу, от, от, раньше умели делать сталинские станции метро, такие красивые, грузные. И да, в части вы будете правы, потому что эти станции, которыми мы все восхищаемся, они прекрасные, это шедевры архитектуры, но у них одна проблема, их делать долго и очень дорого. А иногда людям нужна чисто функциональная вещь. Когда мы, например, обставляем новую квартиру, мы, может быть, любим итальянскую мебель и классическую мебель арт-деко, но почему-то молодая семья выбирает часто, например, какой-нибудь скандинавский минимализм, потому что это функционально, потому что это решает проблему, и это некоторым образом даже своя эстетика. И также с новыми станциями. Невероятные в последние годы темпы строительства метро. Так быстро метро не строили вообще никогда в истории Москвы. То, что станции не превратились в типовые сороконожки, как в советское время, это очень здорово. Вот, в частности, здесь, на станции Аминьевская, у нас на каждой станции есть своя фишка. Вот здесь удивительный потолок, это такая морская волна. Казалось бы, простое решение, недорогое, но при этом создает определенное настроение. При этом мы заходим на станцию и увидим, как вот такой трехмерный потолок переходит одна волна в другую и образует свой удивительный ритмический рисунок. И на этой же станции стены, с одной стороны, они не украшены мрамором, что было бы безумным растратой бюджета сейчас. Но при этом дизайнерские решения здесь такие, что стены не выглядят скучными. Это действительно, как это сейчас модно говорить, дизайнерское решение. Это за счет простых узоров, за счет каких-то минималистичных линий создается ритм, и мы видим, что то, чем восхищались люди в 60-х годах, то, чем авангардисты восхищались и прорабатывали в 20-х годах, вот эти все решения, они сейчас возвращаются в нашу жизнь. Когда вы смотрите этот ролик, станции уже открыты для пассажиров, но я по ним гулял, у меня появилась уникальная возможность прогуляться по ним незадолго до открытия. И вот посмотрим заодно, как это все готовилось. Ну и вот отсюда, со станции Аминевская, поедем, посмотрим на следующие станции. Вперед! Осторожно! Двери закрываются. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои пассажиры. Ну а мы с вами переместились на станцию Мичуринский проспект, и здесь сразу в глаза бросаются несколько особенностей этой станции. Дело в том, что, во-первых, она расположена на перепаде высот. Здесь даже вестибюли выхода из этой станции метро, они находятся с разницей на разных высотах 6 метров. Поскольку здесь сложный рельеф, то это в результате одна из самых коротких станций московского метрополитена. Еще один удивительный момент заключается в том, что у нас потихоньку в московский метрополитен стал приходить цвет. Мы уже в последние годы замечаем, что у нас на станциях стали не бояться работать с яркими цветами, и здесь это наиболее так хорошо представлено. И удивительная еще особенность заключается в том, что декор здесь китайский. Это фактически продолжение традиций, заложенных еще в 70-х годах. Потому что, например, станцию метро Пражская у нас проектировали из Чехословакии инженеры-архитекторы. И здесь привлекался подрядчик из Китая, благодаря которому здесь появились панно в китайском стиле, которые ритмично расставлены по потолку и которые издалека особенно создают интересный рисунок и очень оживляют станцию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Еще одна яркая станция – это проспект Вернадского. Здесь яркие оранжевые панели, контрастно сочетаются с черными колоннами и такой черной линией, по которой стальными буквами написано название станции. И здесь, конечно, сразу же бросается в глаза потолок. Потолок здесь выполнен из нержавеющей стали, ну точнее из листов, которые ритмично так размещены. И еще они на разных уровнях, что создает такой своеобразный рисунок. И эта станция – это переход на одноименную станцию Сокольнической линии, красной. То есть, и вот получается с красной линией на оранжевую станцию. Я вообще каждый раз удивляюсь, что наконец в метро стали активно работать с цветом. Если еще в 90-х годах, в начале 2000-х годов, это все равно еще были старые советские лекала, это были старые советские проекты, то теперь проекты уже совершенно новые. Школа дизайна – не было такого понятия, в принципе, в советское время. Так вот, школа дизайна пришла совершенно другая. И вот эти станции, они уже, ну, в принципе, формируют новую эпоху и новый вид спальных районов Москвы. Уважаемые пассажиры, будьте взаимодействованы. Уступайте места инвалидам, уважаемые пассажирам с детьми. Ну, а мы приехали на Новаторскую. Это, наверное, одна из самых ярких станций московского метрополитена. В принципе, здесь еще что интересного? Ну, во-первых, вот эти вот панели. А во-вторых, здесь будет переход на перспективную Троицкую линию. Задел под переход уже сделан. Здесь, в частности, уже у нас видна лестница. Мы расположили на потолке более двух тысяч элементов из стекла оранжевого цвета трех оттенков. Данное решение применяется впервые на московском метрополитене. И вместе с игрой света оно передает иллюзию огня такой силы новаторства. Эта лестница – это и выход, и переход, один из переходов. Потому что другой переход на Троицкую линию будет в торце станции. Вот здесь, в самом конце станции, в перспективе, стену сломают. И здесь будет целых шесть эскалаторов. То есть шесть эскалаторов – переход на Троицкую линию. Причем здесь пересадка будет такой грандиозной, что дальше будет один из залов, куда будет сходиться аж целых 12 эскалаторов. Удивительный пересадочный узел. И это в современном метрополитене поражает как раз больше всего. Потому что, с одной стороны, метрополитен не поражает сейчас своим таким богатым, массивным сталинским декором. Но, с другой стороны, станции стали намного более технологичными, намного более функциональными, чем, понятное дело, в середине 20 века. Масштаб строительства за последние годы просто не может не поражать. Ну что ж, вот мы с вами и на Воронцовской. Здесь также оранжевые акценты, которые нам здесь конкретно напоминают о том, что здесь переход на Калужскую станцию метро. И здесь же напоминанием о том, что рядом у нас Калужское шоссе, и о том, что Калужское шоссе ведет на родину Циолковского в город Калугу. Служит космическое оформление потолка. То есть здесь Млечный путь, здесь звезды. Здесь потолок такой тоже сложный. Волнами этот Млечный путь переходит из узора в узор. И это все трехмерное. И в целом станция прикажущейся простоте на самом деле не так проста. На потолке мы разместили более 6000 элементов с цилиндрической формы, с интерьерными светильниками, сложной по своей фактуре. Выполнили BIM-модель, чтобы это все нам запроектировать и развестись инженерными системами. Поддержать космическую динамику мы решили еще, исключив натуральный камень на колоннах, как привычно на станционных комплексах, изменили его на архитектурный бетон. Тем самым мы попадаем и проваливаемся в какую-то космическую тематику другой планеты. Здесь и колонны нестандартной формы. И здесь у нас также различные, в том числе технологически использованы были, интересные решения при строительстве, при проходке тоннеля под действующей линией, когда совсем ненадолго перекрывали движение по оранжевой линии. Здесь также у нас прям ярко видна новая тенденция в оформлении метрополитена, когда опять пришел и цвет, и дизайн делается, ну, с одной стороны, простыми формами, а с другой стороны, напоминание нам о тех же 60-х годах. Уважаемые пассажиры, ободозрительных метров сообщайте. Ну и мы переместились в Зюзино. Это еще одна из шести станций, спроектированных Моспроектом 3. И опять станция также новой формации. То есть здесь опять и цветовые акценты, с одной стороны, но они подчеркивают вот эти темные стены и надписи. Но при этом здесь опять удивительная игра с потолком. Потолок здесь неравномерный, такой неровный. Из него то некоторые плоскости выпирают, то некоторые заглублены. Почему? Потому что здесь эти районы, это как раз одни из первых районов типового домостроения. Здесь рядом и знаменитые Черемушки, и дальше на юг развивалось типовое домостроение в советское время. В архитектуре потолка обыграли как раз, ну, вот такой вот вид московского типового района. Станцией Зюзино мы вдохновились индустриальной застройкой 60-х годов. И на потолке выполнили кубообразные элементы, порядка полутора тысяч, с интегрированными светильниками, которые напоминают нам ландшафтный дизайн, если мы будем смотреть с птичьего полета. Еще один интересный момент, то что в метро появляются новые типовые светильники. Ну, как назовем их так, на жаргоне «зайчьи уши». То есть один стоит вертикально, а другой перпендикулярно поверхности эскалаторного наклона. В результате создается такой интересный ритмический рисунок. Но, с другой стороны, еще и согласно новым нормам по освещенности, здесь ярко, все светло. И вот этот белый камень, он еще дополнительно отражает свет. И на эскалаторах у нас стало значительно светлее. Цвет в метро теперь используется не просто для красоты, но еще и для навигации. Вот мы заходим в белый переход. Здесь лаконично только все не яркое, такое светлое. И вдруг видим оранжевую часть. Оранжевая часть нам сразу же подсказывает, что вот оно метро. Вот сюда надо идти, здесь входы в него. Ну что ж, мы живем в удивительное время. У нас за раз столько станций никогда не открывали вообще в истории Москвы. Сразу 10 станций. Вот мы посмотрели с вами 6, но у нас линия дальше идет и на север, и дальше она будет замыкаться со временем и на северо-востоке, и на западе. Большая кольцевая линия – это один из уникальных инфраструктурных объектов нашего города. И в рамках строительства данной линии установлено как минимум два рекорда, один из которых официально зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Это количество тоннелей проходческих счетов. И второй рекорд, пожалуй, это то, что сегодня это самая протяженная линия метро в мире, которая обгоняет по своей протяженности пекинский метрополитен. Станции приходят в Терехово, станции приходят в районы, в которых метро не было никогда. И это сопровождается удивительными тенденциями. И у нас пришла новая школа метростроения. Уже метро не просто строит и как дворцы под землей, а делает что-то такое дизайнерское. С одной стороны функциональное, с другой стороны нелишенное своей идентичности и оригинальности. Не забудьте покататься по этим станциям в декабре. Посмотрите. Удивительно, станции стали еще и раскручивать даже в ТикТоке. Отдельные песни придумали про эти станции. Так что посмотрите, и этот проект будет по ссылке в описании. Ну а я здесь с вами прощаюсь. Любите метрополитен и цените его, потому что это одна из главных достопримечательностей нашего города. Главная система координат нашего города. Когда мы говорим, где мы живем, мы всегда называем станцию метро. В отличие, кстати, от других городов Европы, где все живут по районам. Ну а с вами был Александр Усольцев. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Всем пока и до новых встреч на улицах города. Ну и в метро, конечно. Субтитры подогнал «Симон»